Добрый день, друзья! Мы находимся на судне «Алития» и сегодня мы хотим рассказать вам про работу угрозовых кранов. То есть, с чего все начинается, как включается, может, вы многие знаете, но многие и не знают. Это, что касается Ирадовского и штурманов. Вот у меня уже Андрей ждет, и мы сейчас внимательно посмотрим, как он все будет, за каждым его движением будем следить. Let's go! Так, начинается, открываем двери. Ну, все просто игры и не за мысль. Все, ставим этот. Открыли двери, все, сейчас сразу включаем свет, для того, чтобы светло нам было. И полезли. Смотри, пропустим Андрюху совсем немаленького. Вот, поехали тоже. И еще повторяю, что мы камеру не включаем, поэтому, извините, проблемные качания. Поэтому, если у вас наверх, не за какая-то шея. Вот Андрюха, видите, за ним не успеваю. Вот, Андрюха, видите, за ним не успеваю. Так, вот Андрюха совсем немаленький. Ну, показываем. Вот, что это у нас такое, шкаф? Открываем вентиляцию. Ага, отлично. Что надо дышать? Включаем питание. Вон, окей. Так, это Эдвардик-памп, это линя на месте. Здравствуйте. То есть, мы потом уже, когда мы там машину правильно звоним? Да, приезжаем. Ага, окей. Сейчас подождем. С машины связали питание, в челе автомат. Ага. Входим в кабину. Зашли в кабину. Вот стула. Давай, взгляну, сейчас можно дышать. Нет, ну, когда работает там, может быть. Я буду отсюда, чтобы тебя видно будет. Вес показывает, не будет. Ага, давай. Сейчас, подожди. Вновка запуска. Включаем автомат. Будет база на кнопке. Ага, снять сигнал и ждать. Да, она не запустится. А, окей. Старт, нажали. Запустили кран. Сейчас, подожди, секунду, я скажу, Андрюха, что мы сейчас... Ну, это надо заказывать питание на кран. Мы не заказываем, мы просто покажем, как будто все с питанием. Но я же говорю, сейчас, пока они... Мы в ходу, поэтому краны в нерабочем состоянии. То есть, ну, как бы и без питания. Обесточены. Так что, поехали дальше. Запустили все. Да. Рычаги должны быть заспоканы. Сейчас управлять. Сейчас управлять. Чтобы лечения были неподвижны. Потому что при запуске, когда запускается, уже будет вибрация. Да, или? При давлении появляется в системе, то лечени могут дёрнутся. То есть, один и второй, получается, они должны быть закреплены? Да. Хотя дёрнутся и кран их лохнет. Ага, окей. После двух щелчков трубы отсоединяем и начинаем работать. Окей, окей. Далее. Левый рычаг у нас управление стрелой. Вира, майна. Ага. Вира, майна. И поворот башни. Лево, правый. управление ГАКом Вера и Майн Отлично Что у нас за фирма Давай покажем Ницубис и гидравлик Прошли тоже в этом году Байпас Когда лжить по походам У нас стоят ограничения Ограничители на стрелу Для того чтобы когда в порту работают Работяги не повредить кран Тогда ложим Включаем на байпас И можем безопасно ложить Так без ключа Покажи телезрителям и где стрела Потому что многие знают что стрела А тут как говорится куча всего Вон белая штучка Просто это в телезрителе ничего не подумайте Потому что есть люди которые вообще не болят на судах И видели это на картинках Поэтому лучше все объяснить Бывает люди могут и забыть и запамять Поэтому показываем как по христиански Я всегда так объясняю Не включая камеру не готовясь Чтоб люди поняли Те которые знают то пусть еще раз послушают А те которые не знают Чтоб не боялись приходили на судно садились в краны и работали И все как положено Потому что сталкиваешься с тем что Есть люди которые умеют на кран работать они постоянно работают А есть люди которые никогда не пробовали и боятся И никогда в кран не залезут Поэтому может после этого видео Может быть что-то изменится И будут захотят тоже в кран Потому что бывает такое что выражают своими кранами И бывает такое что экипаж выражает И за это доплачивают деньги Поэтому мы пришли сюда зарабатывать Поэтому ничего страшного в этом кране нет Он не опасный Вот все как бы Под алармином Ничего плохого не сможете сделать Даже наверное если захочете то ничего не сделаете А вот это что Андрей Вот это Направление кондиционера Ага отлично То есть и кондиционер вообще шикарный Ну конечно А не тушили наверное что-то есть Ну конечно Вот видите Не тушили проверенный Забировали тест Проверен марки Отлично Так что Что тут еще показали Все глушим А вот это получается что Это моторчик на вайпер Надборник А с ним тоже бывает Чтобы уже люди знали Потому что пойдет дочь Будет думать куда нажимать Чтобы все нажимали то что надо Становится Это уже все когда поработал Уже все поставили Положили На место все И мы же застопы там включать питание Правильно? Ну да А потом уже вы звоните в машину И говорите что включали питание Передавали там следчикам Или как там Как надо дальше Говорим что питание не нужно Снимайте и все То есть в принципе все настолько просто Что Все очень все просто Ага Потому что многие говорят краны Все сложно Надо учиться там много А оказывается все Не так сложно как кажется Поэтому мы Для этого и рассказываем Чтобы люди Воочию наблюдали Что тут ничего сложного Два рычага Машине и то больше Сейчас уже все на кнопочках Чтобы не потерять А тут видите Ничего сложного На старт нажал И две ручки все И руководишь как Своими ногами и руками Так что В принципе Спасибо за внимание Мы будем заканчивать Вот Спасибо что смотрели нас С вами был Андрей Рососенко и Юрий Вот И мы будем дальше рассказывать Вы пишите Что вы еще хотели бы посмотреть Потому что на судне Есть очень многое Что касается и посетки Навигации И покраски И машина И пеленгаторная И короче столько всего Поэтому пишите вопросы Мы будем стараться на них отвечать По возможности Если будет время Вот И поэтому не стесняйтесь Пишите свои отрицательные Может допустим Что-то там много разварить Может больше Меньше разварить Там больше видео снимать То есть пишите Чтобы мы усовершенствовались Потому что это нормальная вещь Мы только начинаем Поэтому мы хотим Быть с вами всегда На хорошей ноте Так что Всем спасибо за внимание Всем удачи Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Навигатор И мы будем дальше вас радовать Или огорчать Не знаю Своим показателем выступления Всего доброго Счастливо